Что мы с вами веруем по Слову Божию, мы веруем с вами по воле Бога Творца, мы веруем в Иисуса Христа, которого Бог послал на эту землю для спасения всего человечества. И поэтому пусть нас Бог благословит, несмотря на то, что происходит и в нашей стране, чтобы нам ободриться, укрепиться, что Бог все видит, Бог все знает, и мы, как люди верующие, у которому Бог дал еще и власть, молиться, ходатайствовать, нуждаться. И мы с вами знаем, что мы те люди, которых Бог слышит наши молитвы. Слава Господу! Не потому, что мы какие-то особенные, а потому, что мы стали особенными. Мы стали детьми Божьими благодаря вере в Иисуса Христа. И поэтому сегодня, ну, я думаю, что во всякие времена христиане, они занимали особенное место в истории, в жизни истории и страны, и всего мира. И поэтому пусть нас Бог благословит сегодня ободриться, не унывать, нуждаться, ходатайствовать и за нашу страну, за наших солдат, за то, что происходит, за наших правителей. Вот. И самое главное тоже еще не забывать о духовной стороне, вот, о том, о чем говорил Иисус Христос, и стараться следовать тому, чему Иисус Христос учил. Слава Господу! Поэтому еще раз хочу сказать, у нас есть власть, у нас есть такая возможность обращаться к Богу. И Бог побуждал и говорил, Иисус даже об этом учил. Ищите, да, и найдете, стучите, отворят вам, да, просите, и дано будет вам. И вот поэтому пусть Бог благословит нас не унывать, но нуждаться, ходатайствовать, и Бог будет совершать свою работу. И сегодня хотелось бы порассуждать на одно очень интересное событие. Это всем известное событие, очень интересная, большая глава. Я не знаю, насколько мы сможем охватить эту всю главу. Это глава Евангелия от Иоанна, шестая глава. Вот. Но хотел бы обратить внимание на некоторые такие моменты, которые, я думаю, послужат и для нас лично, чтобы мы и самих себя проверяли, что мы обращались к Иисусу, потому что Бог знает наше состояние. И несмотря на то, что мы люди спасенные, Бог над нами продолжает трудиться. И для этого Он хочет, чтобы мы тоже обращали внимание на себя, вникали в себя, вникали в то, что Иисус учит, и, соответственно, исправлялись и совершенствовались. И вот поэтому я не буду... Глава очень большая, интересная, просто некоторые моменты обращу внимание. Итак, шестая глава Евангелия от Иоанна. Вот. И я хочу такой ключевой стих прочитать. И начнем тогда размышления. 25 стих. И нашедший Его и Иисуса на той стороне моря сказали Ему, «Равви, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем, на Иисусе Христе, положил печать свою Отец Бог». Слава Богу! И давайте мы вспомним так кратенько, что произошло. Мы знаем, что за Иисусом очень много следовало людей. Вот Он очень много учил. Вот, и такое прекрасное учение, от которого люди дивились. Вот, потому что, когда Иисус говорил, люди ощущали и понимали, что это Он говорит со властью, со властью Божией, не так, как книжники и фарисеи. И поэтому за Ним следовало очень много народа, и иногда это затягивалось очень длительно. И вот один из таких случаев, когда народ слушал, собралось очень много людей, все слушали, но людям, ну, люди все во плоти живут, им надо покушать. И тут Иисус, Иисус благословляет, молится, находят там хлеб, молятся, и Иисус насыщает пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. И вот на глазах людей совершается такое чудо. И вот люди, люди, когда это увидели, и вот написано 14 стихом, после такого, после такого, знаете, события, тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали себе, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. И Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. И вот люди отреагировали правильно, потому что это был еврейский народ, и в Библии, когда очень много было божьих обетований. Бог обетовал о грядущем времени, когда придет Мессия. И все обетования благословения, все, что Бог обещал людям, все оно связано через, именно с Иисусом Христом. И поэтому все Писание Ветхого Завета, оно все указывало на то, что придет действительно посланник от Бога, тот Мессия, который принесет от Бога весть для людей, принесет Новый Завет, какие-то обетования. И поэтому люди, ну, евреи, они были как бы религиозные, они ходили в синагоги, и поэтому они ожидали. И вот, когда пришел Иисус, за Ним стали множество людей ходить, и вот эти чудеса, знамения, которые совершал Иисус, должны были убедить этих людей, что именно Иисус является тем обещанным Мессией. И вот мы видим, как они отреагировали после такого насыщения, они не просто ели хлеб, но обратите внимание, что еще, они еще и насытились, они наелись, они утолили голод, они по плоти очень сильно получили подкрепление. И вот смотрите, какая реакция у человека. Что хочет человек? И тут написано, что Иисус узнает, Бог ему открывает, ну, это же Иисус сам Бог, узнает, что люди хотят прийти и нечаянно. Нечаянно, значит, неожиданно, неожиданно прийти и поставить Иисуса царем. Ну, представляете, вот такого президента иметь, который, значит, будет обеспечен хлебом, там все-все-все будет благо, материальное благо. И вот, к сожалению, люди, да, вот они прежде всего, прежде всего обращают внимание на материальное. И поэтому здесь, да, вот они решили, хотели прийти и поставить Иисуса царем. Но Иисус не для этого пришел. И дальше Иисус такой будет вести диалог, да, рассказывать людям, объяснять, что им нужно, для чего Он по-настоящему пришел, какая цель Его прихода, что Бог приготовил для людей чего-то большего. И вот поэтому тут Иисус просто ушел, ну, ученики сели в лодку, да, они переплыли, они поплыли, а Иисус удалился на гору, Он молился, а потом, вы помните, еще такое чудо совершает ученики-свидетели, когда Иисус идет, они бедствуют на море, а Он идет по воде, вы помните, Петр пошел по воде, вот, а люди видели, что Иисус в лодку не садился. Что ученики сами отплыли, и поэтому, когда утро настало, она видит, что ни Иисуса, ни лодки, ну, ни учеников нету, и поэтому они сели в свои лодки и переплыли туда, ища Иисуса, приходят и видят, что Он там. Ну, и задается вопрос, как ты сюда пришел, Господи, вот, ну, мы тебя не видели, ты в лодку не садился, да, и вот тут Иисус начинает с ними общаться. Вот, Иисус начинает раскрывать истинные мотивы. Братья и сестры, я думаю, что мы с вами понимаем и знаем, что Господь лучше нас знает, кто я, кто мы есть на самом деле. Так же? И поэтому, понимая и зная вот это, такой, знаете, есть библейский хороший совет. Вникай в себя, да, и в ученье. Обращайся к Господу, задавай Богу вопросы, как мы видели, мужи древности, да, как Давид говорит, Господи, следуй, посмотри, не на опасном ли я пути. Вот это мужья Божие делают, вот это настоящие люди верующие делают, они о своем состоянии, истинном состоянии, спрашивают у того, который все знает. Потому что мы с вами служим великому Богу, Он знает помышления, Он знает намерения сердечные, вот, и поэтому тут такой совет, да, обращаться к Господу, к Иисусу, Господи, покажи, что не так. Вы знаете, я когда только уверовал, то, ну, было много недостатков, было еще много чего, нужно было бороться, и вы знаете, как Бог интересно работает, как Он указывает, Он аккуратно показывает, знаете, одно за другим, я вот думаю, проходит время, у меня еще и вот это есть, и потом время, у меня еще и вот это есть, и Бог хочет от этого избавить. Я думаю, что если бы это все сразу Бог, знаете, так раскрыл бы, как бы на себя посмотрел бы, но Бог знает, каким образом над нами работать. Он аккуратно, как отец с сыном, да, он открывает нашу внутренность, показывает наше состояние, и не просто показывает, он хочет от этого избавить, он хочет от этого очистить нас, он хочет, чтобы мы по-настоящему стали тем, к чему он призвал каждого христианина. Какое у нас поручение общее есть у всех? Как вы думаете? Вы свет миру, вы солитой земли, вы особенный народ, вы представители Божьи, вы представители Иисуса Христа. И поэтому основная цель здесь христианина, быть светом, показывать людям, что есть Бог, и этот Бог, да, это Иисус Христос, который во мне совершил работу. И я, как уже являюсь образцом, образцом того примера, да, или той работы, которую Бог совершил в моей жизни. И поэтому для того, чтобы нам становиться лучше, а Бог этого хочет. И каждый христианин, он стремится к совершенству. Поэтому тут такой совет, да, обращаться к Господу. И вот поэтому та группа людей, которая пришла, которая, знаете, как бы искала Иисуса. И вот Иисус, когда увидел эту группу людей, Он начинает раскрывать их, показывать истинное состояние. Он говорит, что вы ищите Меня не потому, что видели чудеса. Ведь чудеса, которые совершал Иисус, они прежде всего указывали на Него, как на Мессию. Они указывали на то, что у Бога есть какая-то особая весть, у Бога есть какой-то особый план. И вот этот план, он не направлен на материального человека, он прежде всего направлен на внутреннего человека. То, что брат Артем сегодня напоминал, сама суть Евангелия, это жизнь вечная. Потому что мы с вами знаем, что вот этот весь мир, и мы с вами, вот живя в этой плоти, что эта плоть умирает, весь этот мир будет когда-то разрушен, а впереди будет вечность. И вот поэтому Бог через Иисуса Христа, через вот эти чудеса и знамения, хотел обратить внимание на самое главное, на духовную жизнь человека, на жизнь вечную. Но вот люди, к сожалению, да вот мы с вами тоже живем во плоти, люди, они часто именно порабощены вот этим материальным. И вот поэтому они согласны, чтобы Иисус был царем. И они ищут, они прилагают усилия, а Иисус смотрит и говорит, вы ищете не потому, что видели чудеса, не потому, что вы задумались, это же Мессия, у Него слова жизни есть, Он что-то хочет нам сказать, особенное от самого Бога. Он говорит, вы ищете Меня, потому что ели хлеб. И мало того, вы еще и насытились, да? Вот это основная причина. И, братья и сестры, читая вот эти места из Писания, и особенно в начале своего уверования, очень часто слышал, как братья проповедовали на эту тему. И братья призывали задавать себе вопрос. Ну, чтобы мы друг другу задавали вопрос, себе самим, вернее, задавали вопрос. А какой мой мотив служения? Чего я ищу? Я помню, перед тем, как прийти к Господу, мне говорили, что у тебя будет все и хорошо, и материально будет. Ну, некоторые так говорили, и то будет, и то будет. И вы знаете, это иногда служит таким, знаете, мотивом прийти к Господу. И да, действительно. Скажите, Бог оставляет человека или нет? Вот заботится Бог о материальном? Конечно, заботится, потому что в 6 главе Евангелия Триана, помните, да, он говорит, ищите прежде Царствие Божие. И правда, все, что нужно вам, говорит, не заботьтесь, не переживайте, что вам есть, что вам пить, во что одеться. Бог об этом позаботится. Но не материальное главное, а и Бог через Иисуса Христа показывал, что самое главное – это что? Это духовное состояние человека. Это что в человеке, как брат Артем тоже напоминал, грех – это самое страшное. Грех именно искалечил человека. Он умертвил человека. Он сделал его уродливым, человека. Потому что Бог так не создал человека. И поэтому Иисус пришел, чтобы очистить человека, освободить его и дать ему жизнь вечную. Дать ему то место, которое Бог уже приготовил, да, на небесах. И вот поэтому, говорю, я часто слышал вот это, да, исследуйте свои мотивы. Для чего я пришел в церковь? Что меня... Ну, это хорошо, когда мы приходим в церковь, но мой основной мотив, мой основной мотив. И вот поэтому Иисус обращает внимание, говорит, что нужно думать не об этом физическом, материальном хлебе. Он раскрывает и дальше, и говорит так, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Та пища, которая сделает вас способным жить вечно, которую даст вам Сын Человеческий, это Иисус говорит о себе, и, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Это, знаете, как Бог дал удостоверение, что это есть Сын мой. Помните, Иоанн Креститель, он не знал Иисуса Христа, не знал, кто Мессия еще. А Бог ему сказал, над того, на ком увидишь Духа Святого, сходящего, да, как голубя, тот и есть крестящий Духом Святым. И поэтому он узнал его только по тем, вот Бог ставит свою печать. Бог на протяжении всей земной жизни Иисуса, вот, знаете, запечатлевал, показывал, доказывал. Иоанн Креститель был известным человеком, за ним следовало много людей, но он не был светом, он указывал на Христа. Но в основное свидетельство это было от Бога. Бог указывал на Иисуса Христа, кто Он есть. И поэтому он говорит, что, вот, старайтесь, да, делайте все свои усилия, прилагайте не о заботе о пленной тленной пище, а именно о заботе о той вечной жизни, о той настоящей идее. И дальше Он начинает, вот, сказал вот эту мысль, да, и люди задают вопрос в 28 стихе. Так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дело Божие? И Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, «Чтобы вы веровали в того, кого Он послал». И вот Иисус начинает это учить, начинает с материального, как бы переводить акцент на то, что именно Я есть Тот, Который вы должны уверовать. Именно дело Божие, что нам нужно делать? Самое главное, что сегодня Бог призывает весь мир делать, это верить в Иисуса Христа, это верить, кого Он послал. И, ну, дальше идут такие размышления, вот они вспомнили Моисея, они обратно начинают сомневаться и говорят, «Чем ты нам докажешь, что ты тот именно Мессия?» Хотя перед этим Иисус очень много совершал чудес, но написано, столько Иисус делал, а люди все равно не веровали. И вот этот диалог, я просто не буду читать, он очень интересный, но я буду некоторые такие ключевые моменты хотел обратить внимание. К чему Иисус подводит? Иисус подводит их к тому, вот, 35 стих, Иисус сказал им в ответ, «Я есть хлеб жизни». Перед этим Он говорил о том, что Бог пришел дать настоящий хлеб жизни, который дает человеку жизнь, вечную жизнь. И они говорят, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб, мы хотим такой хлеб». И Иисус им дальше говорит, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы видели Меня и не веруете. Все, что дает Отец ко Мне, приходит и приходящего ко Мне не изгоню вон». И вот Иисус начинает объяснять им и рассказывать, что есть истинный хлеб. И мало того, этот хлеб, не как Моисей в пустыне дал хлеб, тем Бог говорит, это не Моисей, это Бог дал. Но Бог, то был прообраз, манны небесной в пустыне, а Бог приготовил для человека настоящий, истинный хлеб. И этот хлеб, Он сходит с небес. И дальше, когда люди об этом услышали, они начали возмущаться, как это так, кто ты такой, почему ты себя называешь тем, что ты шел с небес. Возраптали на Его иудеи, 41 стих, что Он сказал, «Я есть хлеб жизни, я есть хлеб, сшедший с небес». Не сын ли ты Иосифа? В общем, не понимали еще. Те чудеса и знамения для них не были достаточно убедительными. Но Иисус продолжает и все кводит в тому и раскрывает еще одну мысль о том, что Его тело есть истинный хлеб, а Его кровь есть истинное питье. И всякий, кто будет это делать, пить, есть и пить, тот будет иметь жизнь вечную. И вот мы с вами каждый раз участвуем в хлебопреломлении. Слава Богу, Бог благословит, это особенное время. Но за вот этим хлебом и за этой кровью мы понимаем, что есть очень большой духовный смысл. И смысл заключается в том, и мы постоянно повторяем себе, что мы получаем жизнь только благодаря страданиям тела Иисуса Христа, который был распят за нас, и благодаря той крови, которая искупила нас, которая очистила нас. И поэтому Он говорит, вам нужно этим жить, вам нужно в это уверовать, вам нужно, потому что тот, который верит в Меня, это прообраз того, что вы употребляете пищу. Вот смотрите, на хлебопреломлении что мы делаем? Мы берем и вкушаем. Мы берем, оно становится нашей частью. Это такой прообраз. Я должен быть вашей частью. Вы должны полностью довериться, вы должны полностью поверить в Меня. Вот. И этим вы будете иметь жизнь вечную. Благодаря этому вы уже имеете жизнь вечную. И вот Он пишет, «Ядущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинная из пищи, и кровь Моя истинное питье. Ядущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, пребывает во Мне, и Я в Нем». И вот Иисус начал от обыкновенного хлеба, которого искали люди. И Он пришел к тому истинному хлебу, который Бог послал через Иисуса Христа. И люди должны были это уразуметь. Но, к сожалению, люди настолько как бы порабощены вот этим материальным миром, и, к сожалению, иногда и христиане не задумываются, только заботятся именно о этом внешнем человеке. Но Бог, Бог посылает Иисуса Христа, потому что Он есть настоящая пища. Он есть тот настоящий хлеб. Он есть тот настоящий для спасения нашего внутреннего человека. И вот Он говорит 57 стихом, «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною». А скажите, а как мы можем есть Иисуса? И что интересно, что вы помните дальше, люди, когда об этом услышали, услышали, как они отреагировали, ученики Его, как это можно слышать? Представляете, для них это было непонятно. А теперь смотрите, кто это говорит? Надо всегда, да, на любое слово, на любое высказывание Иисуса надо понимать, прежде всего, кто автор, кто это говорит. Мы понимаем, что это говорит Бог. Так же? через Иисуса Христа. Это говорит Бог. И поэтому, если это говорит Бог, нужно все-таки задуматься. Да, нужно подумать, а что имеется в виду? И дальше Иисус объясняет и говорит, то, что я вам сейчас говорю, это дух и это жизнь. Это духовные, сейчас вам о духовных вещах говорит. У них такое представление, знаете, что надо кушать его, ну, это, конечно, чисто для человека это ненормально, это глупо, это безумие. Вот. Но Иисус говорил очень, это Мессия, Он говорил духовные вещи, и Он сравнивал веру в Иисуса, веру в себя, это подобно тому, как ты поглощаешь пищу. Мы же, когда берем, да, мы кушаем, мы доверяемся, мы берем вот эту всю еду, да, и себе в организм. А если она отравлена, а если она яд, или это, ну, смерть несет, да, а мы доверяемся, и мы кушаем, мы берем и пьем, мы понимаем, что без этого мы жить не можем. Мы, вот смотрите, благодаря хлебу мы с вами живем, ну, благодаря физической пище. И тут тоже самое такое, знаете, Иисус проводит такие параллели, что вы жить будете Мною. Вот другая информация, другие какие-то лидеры, другие, что-то такое человеческое, да, люди этим питаются сегодня. И вот оно входит в человека, в духовный, мы сейчас говорим о духовных вещах, и оно не приносит пользы. Но только Иисус, только Его Слово, только соединение с Иисусом, когда мы соприкасаемся, когда мы впускаем Иисуса, это такой духовный прообраз, это хлеб. И вот это подразумевает Иисус, это Мессия говорит, это Бог говорит, что вам нужно веровать на уровне того, что как бы кушать, кушать Его плоть полностью, все, что Он учил. Его тело за наши грехи были распяты, так Его кровь пролилась тоже за нас, тело было, оно испытало страданий, и поэтому тут надо как бы полностью поглощать Иисуса. И поэтому для людей, которые собрались там, слушали, да, для них это было что-то ненормальное, они не могли это воспринять. И что интересно, они между собой говорили, да, кто это может слушать, и, к сожалению, помните, да, некоторые из учеников что сделали? Отошли. Так и не поняли, хотя ходили за Иисусом, хотя ходили за Мессией, но так и не поняли, что это Мессия, что это Господь с неба, и что то, что Он говорит, то к этому надо прислушаться. Вы помните хорошую историю? У одной женщины была девочка, дочка, держимая. И помните, она и шла за учениками, за Иисусом, просила, чтобы Господь ее исцелил. Помните, да, Иисус молчал, ничего не отвечал, и даже ученики подошли к Иисусу и сказали, Господи, отпусти ее, ну, что-то сделай, потому что она за нами кричит. И вот она подошла к Нему и просит, Господи, исцели меня, исцели, вернее, мою дочь. И помните, как Иисус ответил ей? Нехорошо взять хлеб у детей, у израильского народа, ведь, прежде всего, Бог для израильского народа, и бросить псам. И вот представьте себе, да, вот так вот тебе сказал Господь Иисус. Но смотрите, как она отреагировала. В чем ее суть была веры? Она понимала, кто это сказал. Это Мессия сказал, это посланник с Бога, и поэтому, когда она об этом услышала, и любовь к своей дочери, и осознание своего состояния, она не начала оправдываться. Она сказала, да, Господи. Но и псы, когда дети едят, крошки падают, и псы кушают вот эти крошки. Она попросила вот эту крошечку. И как на это, на Иисуса произвело впечатление. Что я хочу сказать? В данной ситуации почему так отреагировали ученики? Потому что они не понимали до конца, кто это говорит им. Что это Мессия. И вы помните дальше Иисус, когда уже масса-то ушла людей, ученики, ну, там, большая часть учеников отошла, Иисус задает вопрос ученикам своим, двенадцати, кто остался. Помните, что Он и спросил? А не хотите ли и вы отойти? Ведь они то же самое слушают. И вот помните, что отвечает Петр? Симон Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы, да, или слова вечной жизни. Вот обратите внимание, что поняли ученики, что они осознали, конечно, кроме одного, который тоже был порабощен, это было Иуда, порабощен был именно вот этим материальным. Вот, к сожалению, он предал Иисуса Христа за деньги. Но вот Петр, ходя за Иисусом, да, хотя еще не до конца, потому что дальше еще Бог над ним будет работать, еще будет он, будет отрекаться от Христа, но тем не менее, он осознал очень важную мысль, что Иисус – это не просто, какой-то Мессия, это посланник от самого Бога. И у тебя слова, о которых говоришь, это слова жизни вечной. И поэтому, если что-то говоришь, а для нас непонятно, но я понимаю, что это не просто ты, это не просто так слова, это Бог сказал, над этими словами нужно задуматься, что нужно тебя поглощать, нужно с тобой соединяться полностью, ты должен быть моей частью, я должен быть твоим, соединение вот это, как он говорит, я живу отцом, так и вы должны жить мною. Полное соединение, растворяться надо, веру надо, чтобы эти слова растворялись. Вот какая глубина должна быть проникновения веры Иисуса Христа в наше все естество. И вот на это обращают внимание. И Петр, и другие ученики, они понимали. И вот поэтому мы с вами сегодня слушаем Слово Божие. И мы с вами исполняем волю Божию. И мы напоминаем себе, смотрим на наши мотивы. И то, что сегодня мы с вами читаем, мы должны понимать, что то, что мы с вами читаем, это говорит Бог. Это говорил Бог через Иисуса Христа. И это тот именно истинный Мессия, истинный Спаситель человечества. Нет другого имени. Я помню, когда только к Богу, ну я начал, такой был путь к Богу, и это где-то в девяносто первом году, в начале девяносто второго, я не знаю, ли вы это помните, но в Украине, в Украине, показали даже в новостях по телевизору, какой-то пришел там человек, какая-то у него такая интересная звезда, и он сказал, эпоха Христа заканчивается. Начинается эпоха, и он там назвал каких-то там, ну там эти зодиаки, вот это все-все-все. А? Да, да. Ну я вот не помню, но он сказал, что, знаете, что эпоха Христа закончилась, христианство, начинается новая эра. Другими словами, Бог уже христианством заканчивает, наступает следующий этап. Поэтому очень важно для сегодня, для каждого христианина, прежде всего, понимать, да, что Иисус пришел спасти нашу душу, что мы с вами готовимся к Царствию Божию, впереди вечность. И хотя мы живем в этом материальном мире, он не должен быть для нас номером один. Вот это надо осознать первое. И второе, и второе, только через Иисуса Бог спасает сегодня людей. Бог сегодня свою волю, все, что Он хочет, дал только через Иисуса Христа. Нет ни имени, нет другого учения. И поэтому все, что приходит извне, нужно сверяться с учением Иисуса Христа. Потому что лукавый, он даже написано, принимает вид ангела света для того, чтобы обмануть людей. С самого начала Он есть, Он пришел украсть, убить, и самое страшное, Он пришел погубить душу. Он знает, как это сделать. Он знает, как обмануть человека. Поэтому всячески сегодня возьмите сегодня одно из распространенных учений, это свидетели Иеговы. Там не Христос является центром. Они называют себя не свидетели Христовы, они называют себя свидетелями Иеговы, как бы претендуя, что они еще ближе к Иегове, к Богу. Но на самом деле к Богу сегодня быть ближе можно только через Иисуса Христа. Слава Господу! И поэтому пусть Бог благословит, действительно, не просто читать, я буквально слушал, размышлял, читал, и мне очень понравилось вот эти размышления Иисуса Христа, как Он наша, знаете, сосредоточенность на материальном, на гуманитарной помощи или на что-то. Я помню, ну, я тоже человек. Я, ну, в нашей церкви только-только-только-только тогда покаялся, ну, уже прошло несколько лет, тоже начали привозить гуманитарную помощь. Вот. И, ну, по молодости такой, думают, я же, ну, что ж, я же брат духовный. И смотрю, выносят, цены церкви выносят там, ну, такие добрые сумки, ну, с одеждой, все-все-все. Вот. И так внутри, знаете, думаю, вот я, ну, осуждал их. Думаю, ну, у нас даже тут эти самые плотские христиане. И что интересно, проходит некоторое время, и где-то привозят гуманитарку, там, ну, где-то в Боярке, там у нас была миссия, мы там сотрудничали. И меня пригласили, говорит, Вадим, ну, возьми, что тебе надо. И я, когда вышел, у меня было два таких тюка здоровенных. Я вот это принесу, а потом мне мысль осиняет. Ты же тоже такой же самый. Вот. Но Бог нас любит. Бог над нами трудится, Бог нас исправляет, и хочет указать нам на то, чтобы мы понимали, для чего пришел Христос. И кто такой Иисус? И те слова, которые Он говорит, за этими словами стоит сам Бог. И если Иисус что-то учит, говорит, помните, да, всяких, кто слушает слова Моисея, и что? И не исполняет их, не обращает на них внимания, такой дом обязательно рухнет, потому что у него нет основания, он на песке построен. Но кто слушает Мои слова, понимает, что это за слова, тот строит дом, и исполняет, он строит дом свой на камне. Что бы ни произошло, этот дом устоит. Поэтому, братья и сестры, мы с вами блаженные, мы с вами благословенные, потому что мы верим Богу через Иисуса Христа. Мы познали Бога через Иисуса Христа. Мы имеем с вами самый верный, самый истинный источник понимания, познания Бога. Мы с вами имеем источник познания самих себя. И у нас есть достоверная информация, да, то, куда мы с вами идем, и что будет. И это, пусть Бог благословит, дает нам надежду. Поэтому, слава Господу за Его Слово, за Его наставление. Вот. И если что-то нам непонятно, да, если что-то нас смущает, прежде всего, знайте, что это сказал Христос. И Он объяснит, Он расскажет, Он покажет. И пусть Бог поможет, чтобы сегодня, если бы нас спросили, да, может быть, вы отойдете. Иисус, ну, Иисус, неужели ты не удерживаешь людей? Тяжело удержать людей, которые за материальным больше, да, за этим заплотским. Он говорит, Петр говорит, кому нам идти, братья и сестры? Есть ли у нас это понимание? Я себе говорю, что именно Иисус имеет глаголы вечной жизни. Потому что это временная жизнь, она скоро закончится. А наступит совершенно другая реальность. И там все будет по-другому. Поэтому, слава Господу, что Он пришел ради нас, послужил, перенес все это ради нас, пострадал, отдал полностью самого себя для спасения людей. И поэтому мы, как мы вкушаем это, да, мы принимаем это, это становится нашей частью. Мы соединяемся со Христом, с Его телом, с Его кровью. И это только дает нам спасение. Поэтому пусть Господь благословит, и Ему добудет за всю славу. Аминь. Аминь. Продолжение следует...